Здравствуйте друзья, в этом видео поговорим про еще один гаджет, средства на который были собраны на платформе BuyMeCoffee. На самом деле не из-за стоимости устройство недорогое, а как своеобразное голосование, неинтересная идея не собрала бы средства на ее реализацию. Герой обзора это вторая версия USB ZigBee координатора от Sonoff, которая называется ZB Dongle E и построена на чипе EFR32MG21. Мне показалось логичным построить это видео как сравнение с первой версией координатора ZB Dongle P на чипе CC2652P, обзоры про которые я уже делал, ссылки оставлю в описании. Перед тем как мы начнем, проверьте не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, тогда его сможет найти больше людей. Модель Sonoff ZB Dongle E, тип устройства USB ZigBee координатор, чип EFR32MG21, выходная мощность 20dbm, порт подключения USB-A, диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия, размер 75 на 25,5 на 13,5 мм. Сравнение начнем с упаковки, герой обзора находится сверху и как видим, коробка практически не изменилась. Отличить можно только по отметке справа внизу, где указано что это модель ZB Dongle E. Сзади тоже все более-менее похоже, тут указаны базовые технические параметры устройств. Но один интересный момент, у первой версии есть бросающаяся в глаза отметка DIY сделай сам, а вот на коробке новинки этого нет. Сами гаджеты выполнены в одном стиле, черный алюминиевый корпус с ребрами охлаждения. И если рассматривать их на фотографиях, где они изображены по отдельности, отличия особенное не видно. Но вот если разместить их рядом, то видно что новинка, она как и на фото с коробками сверху, заметно короче своего предшественника, хотя общая стилистика несомненно отслеживается. Обе модели имеют одинаковый разъем для подключения USB-A и совершенно одинаковые антенны рассчитаны на диапазон 2,4 ГГц. Разбираются они тоже одинаково, чтобы извлечь плату из корпуса, нужно с одной из сторон, по моему мнению это удобно делать со стороны антенны, открутить пару винтов и извлечь устройство из корпуса. Крупным планом, справа наблюдаем чип CH9102F USB to UART Bridge, а слева тот самый EFR32MG21 ZigBee модуль. В первой версии в качестве моста использовался CP2102N, а ZigBee CC2652P. Микроконтроллер EFR32MG21 производится Silicon Labs. Его основой является ядро ARM Cortex-M33 с частотой 80 МГц, с 64 килобайтами ОЗУ, 768 килобайтами флэш-памяти, радио модемом на плюс 20 dBm и поддержкой ZigBee 3.0, Trit, а также радио Bluetooth 5.1 Low Energy. Для проведения тестирования, я на мини-пк Belling GK Mini, про который я недавно рассказывал, ссылки оставлю в описании, установил Proxmox, это система виртуализации основанная на Linux Debian. На ней был запущен Home Assistant OS. Для чистоты эксперимента, система с Mosquito Broker, интеграцией MQTT и установленным, но не настроенным ZigBee 2MQTT была сохранена в бэкап, что позволило оба теста проводить с чистого листа на новой инсталляции. USB порт, в который устанавливались координаторы, также прописывался отдельно для каждого тестирования. Если вам интересен такой вариант установки Home Assistant, обязательно пишите об этом в комментариях. Тестирование начнем с первой версии, ZB Dongle P на CC2652P. Устройство определяется на Serial порту TTI USB 0. Кстати на этой платформе, в отличии от Raspberry Pi 4B, нет никакой необходимости в использовании USB удлинителя, все работает напрямую. Конфигурирую под него и запускаю ZigBee 2MQTT, никаких нюансов тут нет, все стандартно. Аддон запустился корректно, без ошибок. Вот конфигурационный файл, который я использовал. Из дополнительных настроек, время последнего отклика и уменьшенный интервал опроса доступности конечных устройств. Про это я кстати тоже делал видео, ссылку оставлю в описании. Канал по умолчанию 11, PanID и ключ сети немного изменены сравнительно с базовыми. Мощность сигнала также установлена по умолчанию, я целенаправленно ее не менял. Для тестирования был взять небольшой, но довольно разношерстный комплект устройств. Это два роутера, розетки Акара и Blitzwolf SHP13. Датчик вибрации и кнопка Акара, еще одна кнопка Xiaomi и датчик движения санов. Уровень сигнала сразу после сопряжения примерно от 100 до 150. Вот так выглядит карта сети. Круглую кнопку и датчик движения зацепила на себя розетка Blitzwolf, а остальное подключилось напрямую к координатору. Я специально не указывал это явно при подключении, тут выбор за ZigBee сетью. Далее я пустил устройства в свободное плавание, время от времени проверяя их на работоспособность. Данные от датчика и кнопок приходили, розетки включались и выключались, энергомониторинг обновлялся. По сравнению с первоначальным, уровень сигнала в среднем чуть просел, а местоположение устройств я не менял, все находилось в пределах одной комнаты. Самый низкий уровень, что я видел за это время 65, самый высокий 160, но в среднем все крутится в районе 100-120. В конце теста я полностью удалил в Proxmox этот образ и восстановил новый, с брокером, интеграцией и установленным, но не настроенным ZigBee 2MQTT, тем самым вернувшись к исходной точке. Заменяю первую модель на вторую. Проверяем какой порт присвоен этому стику. Команду для этого вы также найдете в описании под видео, она запускается в консоли самого Proxmox. В данном случае это TTI ACM0. Здесь тоже проблем с запуском ZigBee 2MQTT не возникло, но следует помнить, что для EFR32, кроме порта, следует указывать и тип адаптера. Конфигурационный файл тот же самый, что использовался в первом тесте, единственное что изменено это путь к Serial порту и его тип. Все остальное то же самое, та же платформа, тот же образ, те же устройства на том же самом месте. Так это выглядит в конфигурации самого аддона. Честно говоря, вынос подробной конфигурации из интерфейсов текстовый файл, на мой взгляд очень неудобная штука. Раньше перед запуском можно было внести все изменения прямо тут, а сейчас приходится делать это руками в конфиге. Все те же самые устройства подключились весело и бодро, причем уровни качества за 200. У всех, кроме датчика движения санов, с которым возник странный нюанс. Он упрямо не хотел доводить процесс интервью до конца. Причем, я даже выделил для него новую батарейку, но несмотря на многочисленные попытки, на нем оставался висеть предупредительный значок. При этом работал он совершенно нормально, движение обнаруживалось, со временем кстати и показания батарейки прилетели. После истечения интервала обнаружения, датчик отключался, в общем вел себя совершенно нормально и адекватно, никаких проблем. Поэтому я в папке аддона по умолчанию zigbitonqtt, в файле базе данных, в строке датчика движения, вручную заменил значение false на true и перезапустил аддон. После этого предупреждение пропало, все заработало так как надо. Уровни сигнала тоже немного просели сравнительно с моментом подключения, но явно превосходили те, что были у координатора первой версии. Еще один момент с которым я столкнулся, причем он воспроизводился и в случае переустановки системы, благо на этой тестовой платформе бэкап поднимается очень быстро. Суть в том, что если выбирать в меню подключения все, то процесс запускается без проблем. А если выбрать напрямую координатор или любой из роутеров, то возникает вот такая ошибка. Не исключаю, что это мой частный случай, но тем не менее, ошибка воспроизводилась каждый раз как я восстанавливал бэкап и все подключал сначала. Карта сети, на которой я проводил тест, получилась такая. Все конечные устройства, кроме круглой кнопки, предпочли подключиться к роутерам, а не координатору. Впрочем, Zigbee устройства склонны самоорганизовываться и прыгать туда-сюда. В остальном, все устройства за время тестирования, которое растянулось почти на двое суток, вели себя нормально. Датчики и кнопки реагировали на воздействие, розетки управлялись и отправляли данные по мониторингу. Уровни сигналов в среднем вдвое выше, чем у первой версии. Тут самый низкий показатель на уровне самого высокого у CC2652P, а самый высокий это максимум 255. Но стоит помнить, что тест проводился на заводских настройках, уровень мощности у первой модели можно попробовать поднять в настройках Zigbee TomQTT. В целом, мое мнение, устройства на EFR32 более производительные и мощные, кстати об этом говорят и многие разработчики и исследователи Zigbee устройств. Недаром много заводских Zigbee шлюзов типа Xiaomi и Acara, тоже построены на этом модуле. А вот Zigbee TomQTT изначально пошел по пути чипов от Tehas Instruments, а не Silicon Labs и EFR32 до сих пор находятся в статусе экспериментальных. Стоит ли бежать менять свой старый стик на новый? Если у вас все работает нормально и все устраивает, то необходимости в этом нет. В случае каких-то проблем, отваливающихся устройств и тому подобное, можно попробовать новинку. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Большое спасибо всем спонсорам канала, подписчикам на Patreon и BuyMeCoffee, вы делаете большой вклад в развитие моего канала. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки, на устройства показанные в обзоре, команды, а также на ресурсы по тематике умного дома, в частности мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем мира.